Кто-то подключается только сейчас. Поэтому, ребят, еще раз огромное спасибо за ту акцию, которая была сегодня. Вы показали сегодня всей стране, и вы сегодня вашими действиями, вашим корректным поведением, вы не провоцировали ситуацию, вы спокойно протестовали, вы показали и всем гражданам Молдовы, и всем внешним партнерам, что Плохотнюк и его зам по некоторым вопросам Додон являются настоящими трусами. Сегодня они, увидев 250 человек, увидев достойных людей, увидев людей, которые хотят что-то изменить в этой стране, они сегодня практически включили все свои инструменты. Уже на некоторых сайтах Плохотнюка появились новости, что российские спецслужбы дестабилизируют ситуацию через Дусатого в Молдове, и так далее, и так далее, валео-валео, алармы и прочий бред. Сайт Игоря Додона в это время пишет, значит, блокнот Молдова пишет у нас, понравился мне там прям абзац во вступлении, да, значит, потасовку между протестующими и полицией возле парламента сняли на видео. Ну вот самое главное, значит, это блокнот Молдова пишет, да, значит, силовики защитили здание парламента от вышедших на протест сторонников Рената Усатова. Это пишет сайт, обслуживающий как будто оппозиционного молдавского президента и партии социалистов, вы понимаете, да, значит, силовики защитили здание парламента от сторонников Рената Усатова, только не написали браво в начале предложения, либо в конце. Поэтому, ребята, завтра важный день, завтра без партийной символики выходят завтра и другие оппозиционные партии, да, с некоторыми разные взгляды, с некоторыми абсолютно разные, но важно другое, важно, что это все те, кто реально сегодня объединились против бандитского режима во главе с Плохотником, который есть сегодня у нас в Молдове. Поэтому от завтрашнего дня зависит очень много. Вы помните, когда они, как те гузганщики, закрылись в парламенте? Некоторые из них, я помню, тогда даже кое-кому звонили и говорили, помогите, пожалуйста, вытащите нас двоих, судьба остальных нас не интересует. Хотя тогда, вы помните, было, ну, 4 тысячи человек. Сегодня вечером было 250. А представьте себе, если завтра за ручки их начнут дергать 3-4-5 тысяч человек. А тут, глядишь, небо ясное, слава богу, самолеты летают, сесть в Молдавии в аэропорту не получится, но, как я уже говорил, можно приземлиться на парашют. Но, ребят, давайте реально просыпаемся. Потому что я вам честно, откровенно скажу одну вещь. Либо сносим бандитский режим, либо, ну, тем, кто не смогли свалить из страны до сих пор, то должны будут свалить оттуда в ближайшее время. Потому что уничтожается страна. Им выгодно, чтобы остались немощные пенсионеры, которые получают деньги от своих детей из-за границы. Их устраивает сегодня 2-3 оппозиционера, типа Додона, Юра Лянка, Миша Гимпу и так далее. Вот это, как бы, все то, что их устраивает, понимаете. И вот это их, и вся страна должна быть на заработках, все должны, как бы, все должны завтра, послезавтра уехать из страны, потому что им не хватает воровать тех денег, которые до сих пор отправляли наши гастарбайтеры из диаспоры. Завтра у нас также очень важный матч, очень сложный матч. Мы завтра играем с киприотами на Зимбру в Кишиневе, очень много болельщиков приедет. Ребята, можете утром приехать на протест, оттуда, может быть, в очень хорошем настроении. Заодно можете взять с собой пару депутатов парламента для потанцовки, взять их с собой на футбол, понимаете. Но завтра нужно однозначно выходить. Так, я просто иногда делаю паузу и прерваюсь, потому что я смотрю тут комментарии, приходит очень много. Я не успеваю, к сожалению, все читать, но, в принципе, посылы одни и те же. Ситуация понятна. Значит, вот тут умный вопрос. Ренат, как вас понимать, вы поддержали Додона, а теперь вы с ним воюете. Послушайте, я не воюю с Додоном. Я воюю и всегда воевал с режимом Плохотнюка. Было два путя, как в том анекдоте. Либо под сосенку, либо под березку. Он, я не буду говорить, куда залез, потому что наверняка нас смотрят и дети, которые в это время не спят. Но, послушайте, я поддерживал Додона для того, чтобы он избавить Молдави от Плохотнюка. Вся ситуация абсолютно понятна. Он предал абсолютно всех. Он предал нас, он предал избирателей. Он предал людей, которые ждали каких-то изменений, вы понимаете? Ждали каких-то изменений. А тут он вышел холеный, розовенький, пророссийский. Да я то, да я это и так далее. Ну, вы понимаете, просто стал соской Плохотнюка. Ну, о чем мы еще говорим, ребят? Он выходит, пользуясь тем, что я в изгнании. У меня люди сидят в тюрьме. Он приезжает, он не приезжает, неправильно выразится. Он выходит на телеканалы, оскорбляет меня, рассказывает какие-то байки, которые ему Плохотнюк пишет на бумаге про русскую мафию. Сейчас помогает Плохотнюку делать фильм про меня. Понаговорил такой бред, понимаете? Вот приехал бы, он же в Москве бывает. В Москве он же у нас важный. Видите, он даже как в Молдавии идет в церковь, перекрывает уже несколько кварталов. Охранники с зонтами, с бронежилетами и так далее. Ребят, просто смешно, понимаете? В Москве я не понимал для начала. Думал, зачем Додон гулял по Красной площади. Огромное количество охраны. И парень с Молдавии встретил. Его увидел весь этот кортеж охраны. Додону столько охраны. Он говорит, потом я понял. Он говорит, его охраняют не от кого-то, его охраняют, чтобы он не сбежал. Поэтому вот он увидел, как его встречают в других странах. Хотя по протоколу положено встречать президентов других стран. Есть президента, премьера и так далее. Вот. Наш, короче, налетался, насмотрелся, тоже самое решил, короче, исполнить кишиню. Но это ладно, его проблемы с его охраной, с его халатом президент, понимаете? Он может ходить уже в любом халате. Самое страшное то, что он предал всех граждан страны, он предал всех нас. И за это он должен ответить вместе с Плохотниковым. Поэтому нужно заканчивать с этими раблами молдавской политики. Поэтому, ребят, еще раз огромное спасибо всем тем, кто были сегодня. Сегодня, завтра выходите. Я на трех мониторах слежу онлайн за тем, что происходит. Принимаю максимально активное участие, насколько это возможно, в жизни нашей любимой с вами страны. И мы должны бороться. Сегодня 250 наших ребят, среди которых были и женщины в возрасте, и студенты. В основном это были предыдущие, и сегодня молодцы. Завтра, когда будет какое-то количество тысяч людей, плюс когда на вашу сторону еще перейдут тысячи из тех, которых Плохотнюк уже свозит со всей страны с 6 утра. Вы же понимаете, да? Инициатива Додона, а народ свозит со всей страны Плохотнюк для ее защиты. И Додон еще не я, корова не моя и так далее, и так далее. Понимаете? Ну, как ему не стыдно? Ну, просто считать всех за таких тупых животных. Ну, вы понимаете, просто подгонки. А вы знаете, что подгонки и негодяи, ну, путь у них один. Либо под сосенку, либо под... И эти пути не должен нам рисовать, как мы будем жить Додон с Плохотнюком. А эти два пути, одного под сосенку, другого под березку, должны определить и мы. Я вас люблю, всем хорошего вечера, всем огромное спасибо. Поэтому, ребят, до завтра. Завтра очень важный день. Люблю вас, хорошего вечера. Делайте, пожалуйста, репосты. Пока.